МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорить о проблемах значит признавать, что они есть. В эфире спик-шоу «Легко сказать». И снова в центре внимания экологическая безопасность Тольятти. Не так давно в город приезжал первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он побывал, в частности, на площадке бывшего завода «Фосфор». Это тоже обсудим сегодня с нашими гостями. Ну и поговорим в целом о том, какая сегодня обстановка в городе. А я представлю тех, кто пришел в нашу студию сегодня. Это Надежда Ильинична-Павлинова, руководитель управления природопользования и охраны окружающей среды администрации Тольятти. Надежда Ивановна Карпасова, директор Тольяттинской гидрометобсерватории. И Елена Юрьевна Косова, начальник управления информацией ПАО «Куйбышев Азот». Также у нас в гостях сегодня директор Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. Институт является филиалом Самарского федерального исследовательского центра «РАН». Это Андрей Витальевич Васильев. Ну что, мой соведущий Василий Логинов. И, соответственно, Елена Сафронова. Соответственно, начнем. Итак, да. Что хочется сказать. Пришел август, горожане снова жалуются, нечем дышать. Но, в принципе, это августовская проблема каждый год. В городе фиксируется превышение ПДК. Фенол, стирол, формальдегид. Вопрос к Надежде Ивановне. Надежде Ивановне, расскажите по исследованиям, по замерам, сколько, где... Чего у нас... Да, чего в течение нескольких недель. Ну, постараюсь быть краткой. Вообще, в нашем городе наиболее неблагоприятные месяцы для рассеивания вредных примесей в атмосфере – это с мая по сентябрь. Если с января по март-апрель фиксировались неблагоприятные метеоусловия 3-4 раза в месяц, то июль превзошел все многолетние наши наблюдения. 29 дней в общей сложности продолжались неблагоприятные метеоусловия. 29 дней – это целый месяц, что ли? Это практически целый месяц, да. В целом по городу фоновое загрязнение было введено 4 раза. И дважды это были вторая степень предупреждения второй степени опасности. То есть ситуация действительно была очень серьезная в плане метеорологических условий и рассеивания. Ну и необходимо сказать, что с годами вообще у нас рассеивающая способность атмосферы снижается от года к году. А в чем причина этого? Ну, причина, возможно, в начале уже глобальных изменений климата. Если говорить вот кратко по основным, например, метеоэлементам, у нас с 1986 года плавно снижается максимальная скорость ветра и средняя скорость ветра. Ветер, который необходим для рассеивания примесей, он должен быть более 4 метров в секунду. А такой ветер у нас в 2019 году наблюдался всего в 9% случаев. И, к сожалению, тенденция такова, что улучшения ожидать не приходится. Здесь еще причиной является и застройка города. Разные высоты здания, они как поверхность профилирующая шероховатая, создает проблемы для ветра. Ветер начинает обтекать наши здания сверху, сбоку. И внутри города начинаются уже движения воздуха совершенно по другим траекториям. Но самое главное, из-за застройки многоэтажной города у нас пошло снижение скорости ветра у земли. И, конечно, из-за этого все мы, жители, ощущаем влияние и выхлопов, и промвыбросов все вместе. Надежда, все-таки цифры какие-то можно привести? Цифры, да, конечно. С начала года зафиксировано 39 превышений предельно допустимых норм. Это и по гидрофториду, и по аммиаку, по формальдегиду, по фенолу. Необходимо сказать, что к 23 примесям, которые есть в государственном мониторинге, у нас в этом году две примеси еще по муниципальному контракту с администрацией дополнительно введены. Это сероводород и фенол. И вот если в прошлом году мы по фенолу не находили превышение ПДК, в этом пошел еще и превышение по фенолу. Поэтому, скорее всего, мы и в будущем эту примесь оставим в мониторинге. За неделю, за неделю у нас было, за прошлую неделю, 7 превышений на стационарных постах зафиксировано. За эту неделю уже 3. Вы хотите сказать, что проблема из-за того, что ветер уже не так дует, изменилась в общем и целом у нас получается... Общая проблема, да, метеоусловия тоже изменилась. Так это получается нерешаемая проблема, если это все зависит от природы. У нас ветер перестал дуть, то есть получается так, что пока природа не изменится, нам нужно самим что-то внутри менять с производствами, с застройками. Совершенно верно. В большей степени концентрация примесей зависит от метеорологических условий. И эти условия сейчас вот такие. Сейчас они гораздо хуже, да, чем были, допустим, 10 лет назад. И мы их изменить не можем, эти метеорологические условия, соответственно. Нет, конечно нет. Ну вот можно ли только этим все объяснить? Я думаю, что все-таки нельзя, и когда у нас наступает такой период неблагоприятных метеоусловий, обычно Росгидромет рассылает предприятиям, и администрация рассылает предприятиям рекомендации. Что у нас появилось нового в этом году после работы прокуратуры и администрации совместной? Предприятия начали свои планы мероприятий в период НМУ согласовывать в Министерстве природных ресурсов Самарской области. Увеличилось количество предприятий, которые к нам обратились за тем, чтобы мы им передавали предупреждения индивидуально, разрабатывая для них, для одиночных источников. Если в 2018 году у нас было только 6 предприятий, крупных предприятий, которые регулировали выбросы, то на сегодняшний день это уже 17 предприятий. Надежда Ильинична, расскажите, как администрация контролирует предприятия, как они исполняют эти рекомендации? Понимаешь, что это рекомендательный характер, но они их должны все-таки исполнять. Давайте разделим так, что у нас сегодня имеется два крупных северно-промышленных комплекса. Это северный промышленный комплекс Автозаводского района и Центрального района. Но я хочу сказать, вот сделая анализ даже по Комсомольскому району, я бы отнесла часть Комсомольского района тоже как бы промышленной зоне. Учитывая это вот последние события прошлого года, когда у нас было постоянное на определенном периоде превышение формальдегида, именно мы здесь вместе, совместно с прокуратурой провели ряд проверок в отношении предприятий, имеющих источники выбросов, именно касаясь Комсомольского района. Поэтому у нас сегодня предприятия как разделяются по промышленным зонам каждого района, так они и разделяются по категорийности. Надежда Ивановна сказала, что да, увеличились у них заключения договоров напрямую, так скажете, информировая наступление НМО, но администрации, в свою очередь, на анализы последних лет ходатайствовали перед Министерством природных ресурсов о расширении предприятий по категорийности, которые должны соблюдать все требования, имеющие источники выбросов в период НМО. Надежда Ивановна, это понятно. Вы скажите лучше, как вы контролируете их? Количество увеличилось, это замечательно. Количество увеличилось, но я же вам рассказала, что сегодня у нас это имеет региональные, и администрации сегодня имеют государственные экологические полномочия, соответственно, с 36-м законом Самарской области, о наделении органов местного управления данными полномочиями. Им попадает категория часть вторых, часть третьих предприятий. Прекрасно, как вы это делаете? Как вы это физически делаете? Провели мы более 50 проверок в отношении данных предприятий данной категории вместе с прокуратурой. Все предприятия, которые сегодня подлежат региональному контролю, то есть это как раз относится к органам местного управления, сегодня выписано 101 предостережение на отсутствие разработки проекта. Предостережение выдается на 60 дней исполнения. После 60 дней мы обязаны будем проверить исполнение, и если не исполнить, значит привлечь к административной ответственности. Это размер штрафа, сколько он составляет, интересно? Ну, размер штрафа в отношении, смотря какие будут определены нарушения, отсутствие или недостоверной информации, или нарушение сроков, здесь уже штраф лавируется от вида правонарушения. То, что мы проверяем с прокуратурой, сегодня все материалы находятся в прокуратуре городской. В частности, также обратились к нам прокуратуры автозаводского района, центрального района, участие наших специалистов в проверке данных предприятий. Это первый. Второй... Администрация контролирует ваши предприятия. А теперь я... А, федерально. Да, я же вам и сказала, почему я начала отсюда, что надо понять, как администрации проводят контроль, в отношении каких предприятий. Понятно. То есть городу часть предприятий не подконтрольна. Не подконтрольна. Особенно первой и второй категории. Очень интересно. Там есть определенные критерии, по которым предприятия у нас подлежат только федеральному контролю. Единственное наше влияние на данное предприятие – обращение в Росприроднадзор. Сегодня ни одно обращение направлено. Но пока результаты обратной связи от Росприроднадзор мы не получили. Вот даже сегодня, собираясь сюда на передачу к вам на телевидении, я хочу сказать, это шквал был звонков. Что бы мы сегодня ни делали, какие бы мы факторы ни искали сегодня, лес у нас сгорел, нарушились климатические условия. Не должно быть никаких ощущений, никаких превышений. Мы по Конституции, каждый имеем право на благоприятную окружающую среду. Мне сегодня пришлось с одним из предприятий, можно сказать, на повышенном тоне, разговаривать о том, что надо прекратить. Значит, надо пересматривать модернизацию, реконструкцию, изменение технологий. Но создались мы, Тольятти у нас сегодня находится в таком географическом, климатических условиях. Наверное, наступает тот момент, когда мы должны вынести определенные заключения, что промышленность должна все-таки повернуться на те условия, которые нам сегодня... Ну, создались при таких условиях. Это не знаю. Елена Юрьевна, вы повернулись к народу лицом в ваше предприятие. Мне просто интересно. Я понимаю, федеральный контроль, но рекомендации гидромета в любом случае ваши предприятия выполняют. Вы находитесь-то в этом городе, у нас есть селы. Мы проверяемся постоянно, очень часто. И проверки приходят не для того, чтобы... А кто к вам приходит? Как их зовут? Если это не город приходит к вам? Это приходят региональные и федеральные Роспотребнадзоры, Ростехнадзор, Росприроднадзор, Прокуратура приходит очень часто. Да, серьезные ребята. Серьезные. И они приходят не для того, чтобы просто прийти. Мы относимся к таким проверкам, ну, как к совместной работе. Потому что в вашем хозяйстве, ну, на что-то там глаз может замылиться. Понятно. Они приходят в том числе и по звонкам, и по тому, что пишут в соцсетях, мол, опять в выходные кто-то нечаянно сбросил что-то. По жалобам, да, по обращению. Что-то опять запахло. И, соответственно, оттуда, ну, по крайней мере, и покурорские проверки так проводятся, по обращениям. Да, так проводятся. И по превышениям ПДК в том числе. Да. Потому что они имеют эту информацию ежедневную. Поэтому вы не думаете, что крупные предприятия, они очень сильно контролируемые и, как бы, очень долго контролируемые. Да я и не думал. Я просто к тому, что здесь градация контроля. Ну, у нас, например, два месяца, вот, во все, как бы, период, когда были вот эти вот эпидемиологические там вещи. Ну, снижались производственные мощности у вас на предприятиях, например? Давайте начнем с того, что у всех, ну, практически у всех, да, предприятий есть эти мероприятия по снижению выбросов в НМУ. У кого есть источники выбросов, да, они обязаны это делать. И они, ну, у многих уже согласованы у нас в том числе. Если наступает первый уровень, то по закону это 15-20% снижения выбросов. Ну, мы себе написали на 20 с лишним процентов мероприятий, да, и мы их выполняем. Второй, хорошо, что он не часто наступает, слава богу, да, действительно. А там, память не изменяет, там что-то до 30, там 40. До 40. До 40-40, да. У нас порядка 46% мы должны, ну, по нашим согласованным мероприятиям. И я думаю, что хорошо быть, чтобы никогда третье не наступило, тогда это там порядка 60%. Ну, вот это все крупные промышленные предприятия. Хорошо, а у нас же есть вот нелегальные те, о которых мы говорим, самовары мы их все время называем, да? Ну, их вот как-то надо контролировать, да, стою легко контролировать. Пришел, как-то замедлил, наказал, да, пришел, замедлил, наказал. И при том, что для нас это тоже хорошо, потому что, я говорю, что это как совместная работа, потому что это позволяет системно потом, как бы, проверить все предприятие, если там что-то нашли. Кстати, ну у вас там все в порядке? Проверки, если проводятся часто или каждые по месяцу? Проверки проводятся не для того, чтобы ничего не найти. Проверка всегда что-то найдет и обязательно найдет. И это нужно для того, чтобы... Исправить. Исправить, да. Потом, ведь, чтобы не было написано в акте проверки, это всегда очень, ну как страшно написано. Я всегда сама думала, да что ж такое там нашли, начиная как бы спрашивать, что это такое. Ну, это может быть, например, негерметичность оборудования, да. Это, например, может быть незакрытая бочка, да, стоять. Там кто-то забыл закрыть. Или, ну вот, такого уровня тоже есть нарушения, и они тоже должны быть определены и устранены. Чтобы потом все ходили и бочки все закрывали, чтобы никто не смел там что-то поделал, бочку эту не закрыл. На план мероприятий по модернизации оборудования предприятия вашего, это никак не действует? Вы продолжаете модернизировать оборудование свое? Конечно, в прошлом году у нас рекордная сумма была направлена, это 11,2 миллиарда, это очень много, при том, что прибыль была получена порядка 3 миллиардов, да, представляете себе. Вы прям разоряетесь на экологии-то. Это не на экологии, это на модернизацию вообще. Ну, это будет же экологичное оборудование, которое выбросы будет к минимуму сводить. Конкретно на капитальные затраты, на модернизацию и там изменения по экологической теме, капс-затраты, это 1,4 миллиарда, это тоже очень много. А вообще на экологические затраты в прошлом, в 19-м году, это было 3,2 миллиарда. Вот, это серьезные большие суммы. Всю прибыль тратите? Больше, я бы сказала, больше. Можно спросить. Страфы, они, как сказать, неприятные, конечно, и мне кажется, больше, ну, как сказать, больше психологического воздействия, во всяком случае, для нашего предприятия, для крупного. И это же выливается там в репутацию, там, так далее. Это неприятный момент. Но, как сказать, для нас другое важно, не штрафы заплатить, а дело, как бы, сделать. Вот это да. Ну, я хочу вернуться все-таки, Василий, к вопросу о том, что крупные промышленные предприятия действительно контролируются, и они обязаны проходить проверки. А вот что делать с нелегалами? С нелегалами сколько их у нас? Вот даже на территории того же Фосфора, какие цифры называются? Сейчас сколько там, 86? Надежда Ильична знает, наверное. Да, вот скажите об этом. Абминистрация знает. Что с ними делать? Вот давайте так. Любая плановая проверка, внеплановая проверка, она регулируется полномочиями нашими проводить проверки 294-м законом о защите физически-юридических лиц. Это первое, что. Нелегалы. Я бы не сказала так, нелегалы, но слово применительно. Да, сегодня то, что мы видим. У нас зачастую показывает опыт, что данные предприятия, когда уже действительно мы установили, выявили, проверили, изыскали возможность все-таки попасть на территорию, посмотреть что-то, то отговорка одна. А мы хотели попробовать, но эти попробовать сегодня в суммарности у нас, что они образуют? Все эти, если имеют еще источники. То есть предприятие появилось, что-то там выхлопнуло, закрылось. Первое, что, это плановая проверка. План у нас вот и сейчас формируется на 2021 год, согласовывается он с прокуратурой, но с учетом эпидемии в этом году все проверки были отменены, и мы перешли к другому формату по выявлению, по установлению таких предприятий. Это, конечно, проверки вместе с прокуратурой. И дал достаточно значительный такой эффект. Да. Один из вариантов, он на постоянной основе. Мы обращаемся, я не зря сказала в начале, что два крупных северных промышленных узла. Обращаемся к крупным предприятиям, наличие предприятий именно в их санитарно-защитной зоне. Кто, как не предприятие, знает, кто вокруг них. Они обязаны это контролировать, потому что они заинтересованы соблюдать тоже те параметры выбросов и наличие их на санитарно-защитной зоне. Третий вариант. Сегодня у нас на территории города Тольятти, это единственный город в области, где получили удостоверение общественные инспекторы. И сегодня от них уже больше ста обращений к нам поступило именно на наличие, выявление или обнаружение таких источников, объектов негативного влияния. Сегодня официально стоит у нас 365 объектов негативного воздействия. Официально работающих различной категорийности, первой, второй, третьей, 23 из них первой и второй категории, остальные, более 50, точнее 52. 86 на фосфоре, давайте мы не будем смешивать зарегистрированных и действующих объектов, это разные вещи, потому что сегодня фосфор у нас, ну только ленивый. 86 это всего, среди них есть и зарегистрированные. Более 100 зарегистрированных собственников зданий, строений, сооружений. Из них 52 действующих, 23 это федеральные, то есть это первая и вторая категория, остальные не имеют источников выбросов. А 86, ну если в подробности переходить к фосфору, там имеется такой невыделенный земельный участок в правах собственности Российской Федерации, вот именно на этом участке у нас сегодня 86 собственников, которые зарегистрировали права собственности на здании строений и сооружений, которые непригодны, не ведут деятельность, но они имеют права на эти здания. Я предлагаю сейчас прерваться и посмотреть, что сказал во время совещания на фосфоре первый вице-губернатор, председатель правительства Самарской области, Виктор Кудряшов, и потом продолжим. Мы проводим технико-экономическое обоснование, технический университет этим активно занимается, для того, чтобы в конце года подать заявку на включение этого объекта в реестр накопленного экологического вреда. Это открывает для нас путь к попаданию в федеральную программу. Предварительно мы уже более двух лет ведем консультации с Минприродой, находим полное понимание в этом вопросе, но задача технико-экономического обоснования определить вариантные способы утилизации фосфора, обезвреживания, утилизации, потому что технологии по его либо сжиганию, либо снижению класса опасности, они отработаны. Надо найти наиболее эффективные технологии. Я уверен, что мы найдем решение. Дальше продолжим работу с федеральным экологическим оператором, потому что территория завода, земля, она находится с федеральной собственностью. Ну, вот таков план действий на сегодня. Сейчас я хочу спросить, Андрей Витальевич, вы в свое время занимались, когда фосфор прекращал свою деятельность, да, правильно я понимаю, как-то вот инвентаризации или как это правильно сказать, всего того, что находилось на этой территории. Вот расскажите об этом, что было тогда. Вот впервые инвентаризация проводилась в 2009 году. Ее проводила ленинградская компания «Ленинг и Гипрахим». Ну, а я участвовал как на условиях субподряда, тогда еще как начальник аккредитованной лаборатории в ТГУ. И мы делали биотестирование вот этих вот отходов. Вообще биотестирование – это очень эффективный метод узнать именно токсикологические характеристики отходов, установить их класс опасности. И по методике разные тест-объекты, ну, вот в нашем случае это были рачки дафнии, водоросли хлореллы. Вот в них вводится раствор вот этой вот пробы, которая отобрана. И как гибнут эти объекты, судят, какая степень токсичности. Так вот, хочу сказать, что когда мы ввели пробы отходов фосфора, то дафнии гибли мгновенно. Вообще по методике там сутки, двое суток, иногда четверо, если острая токсичность. Но они гибли вообще мгновенно. Это говорит, какие опасные отходы были на фосфоре. Ну, конечно, прошло уже больше десяти лет. Сейчас изменилось очень законодательство. Сейчас необходимо проводить инженерные изыскания. Ну вот как раз Самарский политех этим сейчас и занимается. И это позволит действительно правильно оформить отходы по нынешнему законодательству. А в то время, когда были выявлены, вот, соответственно, ваши исследования были проведены, дафнии умерли сразу же, вы об этом сказали? То есть там по законодательству, я извиняюсь, в то время нельзя ничего было сделать, чтобы тогда уже начинать предотвращать катастрофическое положение вещей, которое складывается сейчас? Мы, естественно, все наши протоколы передали заказчику и отчитывались по этой работе. Вот. Но смысл той работы был прежде всего все-таки инвентаризация. Потому что, чтобы устранить такой ущерб, нужны совсем другие средства. Понятно. Но вы посчитали, сколько там всего было? То есть сколько было загрязненного? Нет, мы не считали. Мы только установили класс опасности. То есть, поэтому... А это другая работа. Вот как раз сам Ленин Гипрахим предложил какие-то варианты. Андрей Таич, а как время влияет на класс опасности? Вот они сколько лет там лежат, эти отходы? Что с ним за это время могло бы произойти? Или ничего не произошло? Никак не изменились? Нет, ну почему? Сейчас все-таки, наверное, там уже не чистый фосфор, а какие-то вот шлам, по сути дела. Ведь его и тушили, добавляли песок. Ну а вообще, вот как раз нынешнее изыскание, которое Самарский технический университет проводит, они и дадут ответ. Ведь они как раз и занимаются отбором проб и определением класса опасности. Конечно, ничего хорошего в этом нет. И понятно, что нужно как можно быстрее избавиться от такого вот наследства. Да, вот как можно избавиться? К этому вопросу подходит, ну так скажем, в двух целях. Как развитие площадки, так и поэтапная чистка территории от загрязнений. Что такое поэтапность? Вот сегодня как раз сам ГТУ уже предварительно, я его не буду озвучивать, потому что это предварительный отчет, Работу они нам представили 30 июля. Окончательный результат данной работы с выводами, рекомендациями, с результатами будет представлен 30 ноября, который ляжет в основу, прежде всего, включения объекта как объект негативного прошлого экологического ущерба. Второй переход к этапности. Это ваши соседи в фостре больше? Это наши соседи. И там как раз наших 690 тысяч тонн песка, которые мы туда засыпали во время этого пожара. А, то есть как бы это вы вот боретесь по мере возможности, чтобы... Ну, мы же не хотим дофнимита. Безусловно, безусловно, и мы этого тоже не хотим. Поэтому, когда там возникла такая ситуация, нас накрыло, и, поверьте, нам это сильно не понравилось, так же, как и дальше по городу. Кстати, между прочим, если это ваши соседи, вы тогда контролируете хоть немного ситуацию? Мы не можем контролировать этот анитаж, это вся история. Но вот сейчас есть вариант... Федеральная земля, мы говорили, да, это федеральная земля, все понятно. Надежда Дмитриевич, вот есть вариант просто забетонировать это все? Я знаю, что вы противник этого варианта. Я противник только потому, что... Саркофаг такой сделать. Давайте я просто скажу одну фразу. Мы сегодня разгребаем то, что было 50-60-70 лет назад. Ничего нового. Все это оттуда. Забетонируем наши, скажем, дети, правнуки, внуки. Это будет правильно? Это неправильно. У нас время, к сожалению, уже практически вышло. Мы хотели чуть-чуть поговорить про лабораторию, передвижную тему, которая сейчас очень сильно волнует Тольяттинцев. Хотя бы минуты 3-4. Говорят о том, что она, по некоторым выражениям, недалежащим образом исполняет свои химико-биологические обязанности. При, допустим, у нас... А вот смотрите, я просто зачитываю на память сообщение из интернета. Поступил сигнал о том, что есть запах в каком-то из кварталов. Она приезжает через 3 часа. За это время это облако переместилось, черт не знает куда. Уже в другом месте. То есть нет оперативности. И те данные, которые она выдает, их нельзя сказать, что они официальны. Ну, любой... Как вам объяснить? Вот ее дислокация, это белорусская... На улице Белорусской ТГУ, гараж. Да. Поступил сигнал у нас с промзоны центрального района. Мы должны подготовиться, мы должны знать... Я говорю, это не самолет, да. Я согласен абсолютно. Это не самолет, то есть время это есть. Да, согласен. До 3 часов лаборатории, вот используется лаборатория с 5 марта, 28 февраля она была, 27 февраля, поставлена на учет ГИБДД, с 5 марта, с учетом выходных, мы ее начали использовать. Используюсь по жалобам граждан. Она сегодня имеет две стороны медали. Первая часть, то, что она не используется, как вы сказали, в той оперативности, и в той объемности, какой бы хотелось видеть жителям и нам, прежде всего. А вторая медаль у нас сегодня говорит, а зачем вы нам выдаете ее показатели? Она не аккредитованная. Вы почему дезинформируете население? Но не надо забывать, что часть замеров и анализ проводится, как в аккредитованной лаборатории, которой приборами производятся анализы, аккредитованной лаборатории самого ТГУ, часть отправляется в Питер. Есть договоренность. И поэтому я здесь не соглашусь. Но мы должны, если они имеют свидетельство о поверке, то она и может использована уже, быть на измерениях. Это легитимные данные. Да. И здесь говорить так, что здесь вы дезинформируете... То есть эти данные в любом случае легитимные, те, которые выдают эту лабораторию. Хотел бы сказать, лаборатория, безусловно, нужна. И здорово, что, кстати, это и промпредприятие, но и губернатор очень поддержал. И лаборатория куплена. Но это лишь дополнительный инструмент контроля. Совершенно верно. А не надо забывать, что, собственно, надо же бороться с выбросами в источнике их возникновения. Контролировать можно сколько угодно, но тогда нужно внедрять вот эти технологии очистки газов. И для этого нужно тоже и финансирование, но, я бы сказал, нужно и, наверное, совершенствование законодательства. В той же Германии предприятия значительно освобождаются от налогов, если они внедряют природоохранные технологии. Но вы понимаете, что это федеральный уровень. Конечно. Изменение законодательства даже не региональный. Но о чём я и говорю, что нельзя зацикливаться только на контроле. Да, но вы понимаете, простой человек как размышляет? Услышал запах где-то, приехал в лабораторию и вычислил, кто это тут загрязняет атмосферу. Вот они как думают. Ну, по крайней мере, поймать злодея за руку. Потому что это не крупные предприятия. Может загрязняет какое-то на посту небольшое предприятие. Предприятия не прячутся от контроля. Они сами способствуют и делают всё. А если пахнет, значит, кто-то прячется. Основным раздражающим эффектом сегодня, это запах для населения. Это на самом деле так. И все знают, чем пахнет. А лаборатория может официально сказать, чем это пахнет? Это начнёт с того, что запах должен состоять из десятков и сотен веществ. Как первичных, которые выбросили нам в воздух, так и вторичных, которые образовались в процессе каких-либо химических реакций. Это понятно. Но мы можем это, чтобы лаборатория написала формальдегид, стерол или что-то. Они пишут это. Критерии ПДК на запах не разработаны. Они могут быть разработаны только региональные. В зависимости от специфики самого места. Опять региональные. Региональные, федеральные. С федерального уровня критерий нет. Так мы эту работу идем для того, чтобы потом обратиться к федерации. Вот для этого и была приобретена лаборатория мобильная с таким большим перечнем веществ, дополнительно к стационарным постам, дополнительно к тем примесям, которые определяет Росгидромет, чтобы они могли выявить хотя бы часть, что может у нас в атмосферном воздухе, именно на Тольятти, именно над нашим городом. Надо людям тогда это объяснить, а то они, по-моему, до конца не понимают, для чего они с нами. Ну, я надеюсь, что это лаборатория. Сначала надо проехать, вся информация есть, если кто хочет узнать. Но мы это не облегчим состояние людей. Но это начало. Имеются хронические заболевания. Хорошая, большая работа. Я еще раз хочу сказать, это большая работа. Мы ее добивались много лет, и я думаю, что мы получим результат. И Надежда Ивановна не раз говорила, еще раз хочу сказать. Сегодня надо государственную программу по замерам и определение на загрязнительные вещества уже менять. Может, эта работа тоже ляжет в основу? Она обязательно этому поможет. У нас даже на резюме, наверное, время не останется. Но если кто-то коротко что-то еще хочет сказать, прям очень, прям вот одну фразу от каждого. Я бы хотел сказать, еще Гёте говорил, суха теория, мой друг, а древо жизни пышно зеленеет. То есть у нас помимо выбросов, помимо отходов, много и других экологически опасных источников, те же физические поля. Борьба за воздух, за экологическую безопасность в целом это давняя боль городов, в которых промышленные предприятия находятся в городской черте. Чтобы справиться с этой болью, необходимо и внедрять новые технологии на предприятиях, и контролировать их, и транспорт в том числе контролировать, и расширять санитарные зоны. Ну и, конечно же, непопулярные меры нужны. Закрытие неэффективных и небезопасных производств. Это тоже все необходимо. Но сказать-то, как всегда, легко. Понятно, что нужно и делать. На этом все. Всем спасибо за сегодняшнюю беседу. Думаю, что еще увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!